Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о нюансах выращивания перца сладкого и острого. Ну, перец это не совсем перец, на самом деле паприка называется правильно растение, но мы все-таки привыкли называть его перец. Настоящий перец это тот, который черный перец, да, а лиана тропическая, а вот это паприка, ну не важно, пусть будет перец. И существует немало советов, как добиться высокого урожая перца. Но я хочу с вами сегодня поговорить о нюансах выращивания перца от противного. Я вам расскажу о том, что делать с перцем ни в коем случае не стоит для того, чтобы не потерять урожай. Первое, что необходимо помнить, в отличие от томата, когда мы говорим о рассаде перца, это то, что корневая система перца устроена совершенно иначе, чем у томата. В отличие от томата, перец очень тяжело восстанавливает поврежденную корневую систему и практически не образует дополнительных корней. Поэтому при посадке перца, вы помните, его нельзя заглублять. То есть можно заглублять не более, чем до первых вот этих листиков, но не более, а желательно вообще не заглублять. И второе, если вы еще вдруг, ну по какой-то причине, там у вас не было рассады перца, и вы планируете ее купить на рынке, там еще где-то помните, что лучше всего из-за того, что вот эти способности перца к регенерации корневой системы крайне скромные и скудные, вот растения с открытой корневой системой перца лучше не приобретать. В процессе транспортировки корневая система подсохнет, значительное количество корневых волосков погибнет, а восстанавливаются, как я уже сказал, они очень тяжело. Поэтому, когда вы перец выращиваете или покупаете, приобретаете, всегда нужно брать растения, только исключительно выращенные в контейнерах. От перца, который вот таким нарывом, да, рассада получена, хорошего урожая, ждать не приходится, либо придется устраивать танцы с бубнами. В этом случае, конечно, какой-то перчик вы получите. Ну, у нас про это есть. Как улучшить приживляемость корневой системы, там и биопрепараты, стимуляторы, корнеобразователь. Ну, все-все на свете придется принять. Просто воткнуть в землю его недостаточно. Второе, что перец не любит, вы должны помнить, с момента образования бутончиков, а у меня здесь растения как раз уже вот с бутончиками, вот они, вот здесь вот уже бутончики образовались, с момента образования бутонов для перцев нужно быть крайне осторожным с азотными подкормками. Переборщить с азотными подкормками означает для перца сбрасывание бутонов. Сбрасывание бутонов является одной из причин практически полного отсутствия урожая перца. Поэтому ни в коем случае не перекормите перец азотом. Если в случае томата, да и баклажана перекорм не так страшен, почему? Потому что там можно потом провести мероприятия такие антижировые. Вот восстановить вот эти утраченные бутоны у перца уже не получится. Поэтому никогда не используйте органические подкормки, помёд, навоз, компост, там какой-то чай и так далее в отношении перца. Точно так же в отношении перца стоит быть аккуратным с подкормками гуматами. Они могут зажировать, сбросить от избытка гуматов бутоны, и уже урожай вы нормальный не получите. Третья важная ошибка, которую часто очень делают начинающие овощеводы, это частое, слишком частое проветривание посадок перцев. Если для томатов проветривание является одним из важнейших условий профилактики болезней, фитофтороза, кладиспориоза, многих других, у них удаляют листья достаточно рано и так далее, то перец большой любитель высокой влажности воздуха. Если для томата высадка каких-то горчицы, каких-то кресолата, растений совершенно неприемлема, потому что они создают избыточную влажность, если вы там не контролируете их, не постригаете вовремя, то для перца высаживание подобного рода растений в нижний ярус является очень и очень благоприятным. Кроме того, наличие нижнего яруса, ну салатных овощей чаще всего, салаты, кресолат, рукола, только нельзя давать им зацвести, нужно обрывать, если они в цветуху уходят, можно ими застилать, мульчировать посадки дополнительно. Они, кроме того, создают дополнительную тень, что защищает плоды перца от солнечных ожогов, к чему перец очень и очень чувствителен. Ну и в конце выпуска я отвечу на вопрос, так стоит ли удалять первый бутон у перца для того, чтобы дать большее развитие вот этим самым вегетативным частям растений, на которых дальше будут образовываться бутоны. В производственных условиях никто и никогда этот метод не применяет. Да и вообще эффективность этого метода, как сказать, научно не подтверждена на больших цифрах на статистике. Считается, что сбалансированная подкормка перца к началу цветения является гораздо более эффективной, нежели чем удаление этого бутона. Поэтому вот такая хорошо накормленная рассада, неголодная, с защищенной корневой системой, правильно посаженная, с достаточным уровнем освещения и достаточным уровнем подкормки является гораздо более эффективным способом получения высокого урожая перца, нежели чем там удаление вот этого бутона. Ну и в самом конце нашего выпуска, для тех, кто досмотрел до конца, я вам расскажу, как правильно продиагностировать нормальность состояния растений, что им всего хватает. Вот у перца это сделать очень легко. Если вот эти вот верхушечки, молодые листья, являются более светлыми, вот эти вот, которые только-только нарастают, более светлыми, чем основная масса листьев, это означает, что вашему перцу всего достаточно. Вот у томата это сразу означает, что это хлороз, что это, скорее всего, там не хватает железа. А у перцев основная масса листьев, вот взрослых, можно сказать, старых листьев, должна быть темно-зеленая, а молодые листики должны быть, ну, более светлого оттенка. Это означает, что и фосфора, и азота, и калия вашим растениям предостаточно. Что ж, я думаю, что вы сможете отдиагностировать ваши растения. Если вот основная масса листьев желтая, ну, светлая, и верхушечки светлые, это означает, что здесь не хватает азота, недокорм азотом. И если уже бутончики появились, вам надо вводить мягкие подкормки азота, для того, чтобы рост, нарастание вегетативной массы веточек вот этих и бутонов не прекратился. Но только очень-очень мягко, буквально пол столовой ложки азотного удобрения на ведро воды. И вот такая вот легенькая подкормочка, литр на каждое растение, примерно раз в 7 дней. Если же у вас темно-зеленые листья и светлые верхушечки, значит, у вас все в полном порядке. Верхушки быстро, активно нарастают. Буквально через 3-4 дня после появления вот этого молоденького листочка, он подрастет, превратится уже вот в такой и приобретет хорошую, нормальную темную окраску. Вот этот переход от светлой к темной окраске является свидетельством того, что вашим растениям всего хватает. Проведите диагностику, поделитесь своим опытом под этим видео и задайте свои вопросы. Я постараюсь ответить на них. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok